Задел на полвека вперед. Обновление канализационного коллектора ждет жителей микрорайона Хлопчатобумажный комбинат. Замену будут проводить наполовину открытым способом. В связи с этим придется временно ограничить движение на ремонтируемом участке. Но, как говорят сами местные жители, дело благое и потерпеть стоит. Где краснодарским водителям будет закрыт сквозной проезд, а также все подробности стройки расскажет Татьяна Троян. Это улица Воснецова. Здесь, на участке от Селезнева до Северной, в начале марта стартуют работы по замене старого коллектора. Сегодня через него проходит 30% всех городских стоков. Его ремонт позволит улучшить состояние системы водоснабжения и канализации Краснодара. Ему почти 50 лет. Износившийся организм коллектора давно дает сбои. Прорыв труп в этом районе явление частое. Во время рабочего объезда глава города Евгений Первышев и генеральный директор Краснодарского водоканала Дмитрий Павлюченко пришли к общему знаменателю. На этом участке пора прекратить заниматься двойной работой. Не латать старые дыры, а организовать полноценную замену канализационных сетей. Сегодняшние работы, которые вы проводите в рамках инвест-программы, в рамках капитального ремонта, это новые материалы, это новые технологии. Все у нас гарантия 50-летнего периода, которые позволят нам, в принципе, вот как мы планируем, до 7-10% менять все сети инженерные, а именно по водоканалу водостомжения и водоотведения в городе, мы потихоньку таким образом и приведем все в надлежащее состояние. Работа по замене коллектора предстоит большая. Старые законсервируют, чтобы не было обвалов и просада грунта. И на участке в 300 метров проложат новые трубы «Корсис» из суперпрочного двуслойного пластика. Они прослужат во благо бесперебойных коммуникаций не менее 50 лет. Кроме того, будут построены 8 канализационных колодцев. Для этих манипуляций на улице Воснецова разроют котлован глубиной более 4 метров. Сейчас движение на ней достаточно интенсивное. Чтобы для автолюбителей это не стало неприятным сюрпризом, жители оповещают о работах заблаговременно. Здесь будут проходить стоки со всей практически юго-восточной части города. Это гидрострои Пашковские. Все стоки идут именно в этот коллектор. И для того, чтобы в дальнейшем можно было обеспечивать и перспективную застройку, и действия существующих сетей водоотведения в этих районах, необходимо сейчас осуществить замену изношенного участка данного коллектора. Работы будем проводить в течение пяти месяцев. Достаточно серьёзный объём работ предстоит выполнить. Будут некие неудобства по разрытию дорожного полотна, перекрытию дороги. Сквозной проезд на Воснецова будет закрыт с 3 марта. Для тех, кто живёт и работает в этом районе, на время ремонта рассматривают идею с выдачей пропусков на беспрепятственный проезд к месту. По этой же причине работы проведут в два этапа. Сначала от улицы имени Селезнёва до улицы имени Глинки и затем до Северной. Людей такие перемены не пугают. Даже наоборот, их ждут с нетерпением, несмотря на неудобства. Ведь проблему старого коллектора, который, мягко говоря, с душком, в последнее время трудно было не заметить. Очень сильно ароматы происходят. Дышать невозможно. И из-за того, что сильное давление этого всего коллектора, тут страшно. Конечно, нам будет плохо, что перекроют. В какое-то время работать будет тяжело. Но что делать, это нужная вещь. Основные подтопления идут на второй пятилетке. Я не знаю, как там коллектор правильно работает. Но когда идут подтопления со второй пятилетки, то запахи возрастают ещё в два раза больше, соответственно, и у нас. То есть вся эта, я же так понимаю, канализация, весь коллектор связан между собой. Очень-очень необходимо это всё сделать, конечно, и больше не возвращаться к этим вопросам. Срок завершения работ – 3 августа. К этой дате необходимо будет обновить коммуникации, уложить новый асфальт и облагородить территорию. Татьяна Троян, Алексей Попов, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар».